Сегодня, 12 февраля, завершилось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо. В течение двух дней свои силы на татаме пробовали юниоры и юниорки до 23 лет. Уровень борьбы очень высокий. Здесь представлено порядка 30 спортсменов, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях, то есть члены сборной страны Российской Федерации. Те спортсмены, которые сейчас у нас являются лидирующими в общей сборной. За звание сильнейшего боролись более 180 участников из 12 регионов страны. Всего было разыграно 14 комплектов наград. Соперники уже с большинством со всеми уже боролся. Все знаем друг друга, потому что каждый год отбираемся на Россию. Все уже знают свою борьбу. И здесь больше у нас уже тактические такие моменты. Вот кто кого как поймает. Ну, задача стояла отобраться, но, конечно, хотелось выиграть, и вот выполнил свою задачу. Раньше боролась на России, но сейчас первый раз до 23 лет. Это мое первое выступление до 23 лет. Будем стараться еще больше. Каждая схватка была как финальная. Соревнования очень хорошо прошли. Будем рады еще раз приехать сюда. Первенство Приволжского федерального округа проходило по новым правилам, которые появились около трех лет назад и к которым спортсмены уже привыкли. Мое мнение, я не такой уж там большой специалист, но я считаю, что согласно новых правилах, тех изменений, которые есть, оценки стали более объективными. То есть судить стало немножко проще, такие сомнительные моменты, когда наступает давать там ту или иную оценку. Первенство Приволжского федерального округа – соревнования отборочные, после которых победители и призеры начнут готовиться к новым стартам. Спортсмены, занявшие с первого по четвертое место, будут представлять Приволжский федеральный округ на первенстве страны, который пройдет в Кемерово 22 марта 2017 года. Несмотря на то, что от Балакова на этих соревнованиях выступали всего пять спортсменов, которые вошли в сборную Саратовской области, турнир решили провести именно в нашем городе, по большей части из-за того, что у нас дюдо – популярный вид спорта. Мне этот вид спорта, он близок, не хочу никакие другие виды спорта обижать. Поэтому я, наверное, не только без обиды Балакова, я и в Вольске с этого начинал. Здесь вот сидят, ребята с Вольска они подъедут, построили два спортивных зала замечательных, где сейчас дети занимаются. Так и здесь чем помогаем? Всем, чем можем, в рамках своих обязанностей. Ну и когда я и не работал в администрации, занимался бизнесом, я возглавлял, был президентом ассоциации дюдо в городе Балакова. Поэтому, конечно, всех ребят знаю. Татамики, манои, залы, поездки – все как обычно, ничего нового. Поэтому и зрителей на соревнованиях было очень много. Все молодые балаковские спортсмены-дюдоисты пришли посмотреть на лучших борцов Приволжского федерального округа и России. И по мнению тренеров, турниры такого высокого уровня позволяют начинающим борцам понять, к чему нужно стремиться. Продолжение следует... Продолжение следует...